Меньше двух месяцев осталось до окончания учебного года. На каникулах дети должны отдохнуть и укрепить свое здоровье. Для того, чтобы достойно организовать летний отдых, нужно приложить немалые усилия и скоординировать работу всех организаций, задействованных в этом. В районной администрации прошло заседание Межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании. На заседание были приглашены представители всех заинтересованных служб, которые активно участвуют в подготовке отдыха детей. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко открыл это мероприятие, подчеркнув, что приоритетными направлениями работы в нынешнем году являются безопасность детей и эффективный подход к реализации всего, что запланировано. Один из основных вопросов о внесении изменений в санитарные правила с учетом пандемии коронавируса, которые регламентируют особенности организации летнего отдыха в этом году. Количество детей в группах, отрядах, наполняемость, то есть возросло с 50% до 75%. В прежней редакции не допускалась работа палаточных лагерей. Теперь принятие решения о работе лагерей палаточного типа возложено на органы исполнительной власти Субъектов Российской Федерации с учетом педагогической ситуации Субъектов Российской Федерации. В организации отчетных людей к оздоровлению должен быть определенный алгоритм организации медицинской помощи. За перед началом нужды смены персонал должен пройти обследование на коридоре. В случае принятия решения о функционировании палаточных лагерей рекомендуется организовывать работу с пациентами палаточных лагерей. Подготовка детских оздоровительных учреждений к летней кампании была в центре внимания на заседании межведомственной комиссии. Управление образования будет использовать три формы работы – лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием и лагерь детского отдыха «Ровесник». У нас зарегистрировано в приезде 34 лагерей дневного пребывания и 13 лагерей труда и отдыха. Мы определили смены, закрепили приказы, мы будем отработать. У нас будет три смены. Первая смена работы лагерей и контроль и КВДП у нас будет включаться в один период. Первый поток с 31 мая по 20 июня, второй поток с 14 июня по 4 июля и третий поток с 5 июля по 25 июля. Согласованы программы работы лагерей дневного пребывания лагерей труда и отдыха лагерей. Их упреждены сроки проведения смен также в «Ровесники». В «Ровесники» могут в «Ровесник» 5 смен, 225 детей. Сейчас мы будем вызывать по поводу изменения внесения в последние санклины, по поводу мощности 75%. В числе смен в «Ровесники» будут военно-патриотическая смена энергии будущего и творческое счастливое детство. Активно участвуют в организации летнего отдыха управления по делам молодежи, которые используют разнообразные формы традиционных мероприятий. Запланировано проведение многодневных походов со студентами в период с мая по октябрь. У нас туристы есть и в техникумах, и в Кубанском государственном университете. Мы регулярно оказываем помощь снаряжениями, транспортом. В августе месяце мы запланировали проведение тематической смены «Я доброволец» для социально активной молодежи в возрасте 14-17 лет, общим охватом 85 человек. Мы хотим провести смену где-то в каком-то стационарном учреждении с использованием и соблюдением всех санитарных норм. Это путевки, либо другая договорная основа, на основании которого мы приобретаем эти места для детей. Летние каникулы – это время настоящего отдыха, здоровления и становления личности детей и подростков. Потому организации досуга для них в это время необходимо уделить особое внимание. Эта мысль красной нитью прошла через ряд выступлений. Для того, чтобы летний отдых в нашем районе был действительно качественным и безопасным, нужно серьезно поработать всем. Делается по всем направлениям действительно немало, но не стоит самоуспокаиваться. Работа по подготовке будет продолжена, и всем придется очень постараться, чтобы намеченное было выполнено. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».